здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава к дашим время несется с огромной скоростью воскресенье время майсы давайте расскажу майсу знаете о чем я хотел рассказать вот все что происходит сегодня в мире все вопросы они все решаются наверху и именно поведение людей внизу определяет то что происходит дальше в мире я вот очень много у меня об этом есть я хочу об этом рассказать урок такой продумал уже это отдельный но сейчас я расскажу что может быть великие события как бы определяющие и есть маленькие все это вместе соединяется и получается наша жизнь в тридцать седьмом году по христианскому исчислению на римский престол вступил кай каллигула знаменитый император кай цезарь август германик великий там это ты потребовал чтобы ему служили как богу естественно потому что они все там он приказал ставить статуи своих свои изображения во всех храмах римской империи во всех народах которые он подчинил и чтобы статуи приносили жертвы как богу сороковом году кай издал приказ водворить статую святая святых иерусалимского храма вдвое больше и самое чем он обычно делал везде назвать храм храмом зевса и приказ на отправлен был привести в исполнение петроний значит знаменитый наместник сирии вот он приехал туда встретил весь еврейский народ представителя еврейского народа и они сказали мы не собираемся с вами воевать кто может устоять против вот этой миллионной армии цезаря есть только две возможности или отменить царский приказ или истреби весь народ до единого и все в обратился представитель народа к нему если ты решил во что бы это ни стало все же поставить идола истреби нас истреби нас никакой проблемы дальше делай что угодно ибо мы не пропустим даже не так он сказал мы пока мы все не умрем мы не можем допустить чтобы в храм нашего бога такое произошло мы не безумцы мы понимаем что у нас жалкая горстка против такого храма хорошо вот наши шеи режь к чему тебе войско не надо приводить войско в Иерусалим мы сами будем священнослужителями которые давно заколоть эти праведные жертвы мы сначала убьем наших жен и будем жена убийцами потом убьем братьев и сестер будем брата убийцами затем зарежем детей и будем дето убийцами наконец мы покончим с собой чтобы наша кровь смешалась с ними вот тогда когда нас ни от кого не останется в живых вот тогда ты только можешь исполнить эволюции до этого мы не дадим так сказал представитель народа иудеев от собравшегося всего народа и написано в кабале что в этот момент был брошен жребий еврейского народа и отныне все на свете будут бессильны против него борьбе с ним так сказано в великих наших книгах это наверху и расскажу еще короткую историю которую рассказывал раф ашер кушмир это рассказывал раф ашер тоже но не кушмир есть такие лекции иммунно на каждый день он рассказывал историю одного учителя смотрите здесь мы говорили о глобальном да директор спросил его ты чему-то рад у вас семье радостью но это нет жена мне сообщила одну новость какую спросил директор вежливо дело в том что мы убираем квартиру писал и она выбросила все всякую изношенную одежду совсем старую в одной из них я прятал конверт с 1000 долларами теперь они пропали так может побежать достать из мусорного банка нет мусорная машина уже забрала весь мусор а чему же ты радуешься он говорит вы понимаете человек приходит в этот мир на 70-80 лет чтобы выполнить иногда даже какую-то одну миссию пройти какое-то одно испытание может быть это и есть мое испытание чтобы не впасть вот в злобу не довести дело до ссоры и принять спокойные сферы как же я могу упустить свои шансы вы понимаете вот подумайте а это не с неприятие всего как бы вот все что делается за мной едят меня мухи нет дело не в этом это действительно тот подход который определяет и для народа и для человека положительный исход мы должны впереди бога мы должны знать что он все равно повернет все к лучшему это его мир а не наш мы пришли только в этот мир вы не будете ведь командовать там трамвай зашел начал устанавливать свои правила проезда и так далее таки мы мы с вами едем в этом мире едем от точки а до точки б по его правилам его транспорте давайте хоть посмотрим поищем его брахавы от слаха хорошая неделя к дашим это глава которая есть больше всего заповедей и законов и она называется святы будьте да так вот движение к святости есть наша главная задача особенно на этой неделе брахавы от слаха а а